В Санкт-Петербургской митрополии продолжаются мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения преподобного Серафима Вырицкого. Одним из многочисленных событий в рамках юбилейной программы стало проведение в Северной столице научно-практической конференции «Роль преподобного Серафима Вырицкого в истории и культуре России». В актовом зале Международной академии музыки Елены Амразцовой при Большом гостином дворе в основном работники универмага и прихожане домового храма во имя преподобного Серафима Вырицкого. Сегодня здесь проходит научно-практическая конференция, на которой раскрывают роль и значение святого Серафима в истории и культуре России. Очень важна эта просветительская деятельность, потому что купеческое сословие также всячески помогало просвещению. Ведь не только на деньги купцов открывались храмы строились или богателини, но также и организовывались и научные конференции, и различные поездки, открытия. И множество вкладывалось, конечно же, сил и финансовых средств, и в искусство. Поэтому, конечно, все это вот здесь, наверное, вот на этом небольшом пятачке, в центре и в сердце Петербурга, все это в полноте своей явилось. В президиуме наместник Александра Невской Лавры и епископ Кронштадтский Назарий. Вадыка открыл заседание. Он отметил, что жизнь преподобного Серафима Вырицкого показывает нам пример доброго жизненного пути. Даже занимаясь и будучи занимаясь большим бизнесом, есть возможность и есть пример того, что при этом не потерять человеческое лицо и чувствовать свою ответственность не только за свою семью, которая рядом с тобой, единокровная, но и ту семью большую, то, что мы называем ближним своим. Значение духовного наследия Серафима Вырицкого для современной России – деятельная любовь на примере жизни преподобного. Святой Серафим в период немецкой оккупации. Докладов на конференции было представлено много. Много нового открыли для себя и присутствующие. В числе выступающих – Валерий Филимонов. Он – автор жития преподобного, исследователь исторических и духовных свидетельств о его жизни. Для сегодняшних предпринимателей – это идеал того коммерсанта, который соблюдает заповеди Божии о любви к ближним, соблюдает заповеди о милосердии, потому что это был человек, который трудился не для того, чтобы умножить свое состояние, а для того, чтобы помочь православной церкви и ближним, вот тем нуждающимся, которые зачастую не имели куска хлеба. А это уже кадры из документального фильма, который посвящен также святому. В этот вечер состоялся анонс киноленты. Перед нами стояла очень трудная задача. Мы хотели бы всем нашим коллективам, чтобы наш фильм не только был информацией, которая очень важна, конечно, но и чтобы люди, посмотревшие этот фильм, наши зрители, особенно первые зрители, которых мы ждем осенью, мы покажем полностью фильм осенью, и чтобы люди в это время почувствовали, что это была за величина, огромная величина, которая спасала Россию. Организаторы встречи – Санкт-Петербургская митрополия, городской отдел по связям с религиозными объединениями, Духовно-просветительский центр Серафима Вырицкого при Большом гостином дворе, а также Союз православных предпринимателей. Союз православных предпринимателей